Всем привет! В Казахстане полным ходом тестируется государственной цифровой тенге. За что мировой суд в Москве оштрафовал криптобиржу Coinbase? Каким цифровым активом в России впервые присвоен кредитный рейтинг? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Битсмеди. В Казахстане началось тестирование цифрового тенге. Прошла первая транзакция с дебетовой платежной картой, привязанной к счету цифровой валюты ЦБ. В рамках проекта Национальный банк Казахстана работает с платежными системами Visa и MasterCard, чтобы цифровым тенге можно было расплачиваться по всему миру. Сначала банк Казахстана намерен запустить свою CBDC в розничный оборот, а в следующем году будет готов протестировать ее с другими участниками финансового рынка. Крупнейшая криптобиржа мира Binance анонсировала запуск стейблкоина, обеспеченного казахстанским цифровым тенге в соотношении 1 к 1. Инвесторы смогут в режиме реального времени проверять, насколько стоимость тейблкоина соответствует стоимости цифровой валюты Банка Казахстана. Механизм работает за счет программируемости CBDC, уверяют разработчики. Мировой суд в Москве оштрафовал американскую криптобиржу Coinbase на 1 миллион рублей за отказ локализировать данные россиян. Торговая площадка отказалась хранить данные граждан РФ на территории РФ. За повторное невыполнение требований российских властей Coinbase может грозить штраф от 3 миллионов рублей и выше. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство РФ АКРА присвоило выпуску цифрового финансового актива Pair Leasing кредитный рейтинг BBB Plus. Выпуск ЦИФА, представляющих собой цифровой долг Pair Leasing с доходностью 14% годовых, состоялся в октябре 2023 года на платформе Atomize. Объем выпуска составил 50 миллионов рублей. В России кредитный рейтинг для ЦИФА присвоен впервые. Создатели актива считают, что это создает предпосылки для массового развития подобного вида цифровых инвестиционных инструментов. Российский Сбер провел первую в стране сделку по предоставлению банковской гарантии, где вместо обычного договора использовался смарт-контракт. Клиенту банка была оказана услуга на блокчейн-платформе Сбера. Руководитель крупнейшего российского госбанка Герман Греф уверен, что к 2030 году блокчейн и токенизация смогут составить до 10% мирового ВВП. За год комиссии в сети биткоина выросли в 7 раз. Средняя плата за транзакцию составляет 18 долларов 69 центов. Это связано с увеличением количества операций в сети и ростом курса биткоина. Сейчас первая криптовалюта торгуется выше 36 тысяч долларов и находится на максимуме за последние полтора года. Интерес к биткоину подогревают и слухи о возможном одобрении спотовых ETF на биткоин в США. Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, начинает строительство майнинговых ферм в трех странах – Вуругвая, Парагвая и Сальвадоре. Мощность площадок составит от 40 до 70 мегаватт, а к концу года общая мощность оборудования компании должна достичь 120 мегаватт. Это позволит Tether занять долю в примерно 1% общего хешрейта сети биткоина. К концу 2025 года Tether планирует увеличить мощность устройств до 450 мегаватт. Американский производитель робототехники Астроботик готовится отправить на Луну кошелек с мемной криптовалютой Doge. 23 декабря кошелек должен отправиться в космос на ракете в сувенирной коробке DHL Moonbox, которая будет содержать 28 капсул. Капсулы будут заполнены самыми разными предметами из США, Великобритании, Канады, Непала, Германии и Бельгии. До новых встреч!